добрый день веселая минутка с вами дмитрий гусев сайт помидом точка ру так сегодня небольшое видео потому что ну так скажем должно быть она вовремя чем подкормить цветы многолетние может быть последствия рассаду когда-то прошлой весной я уже подобное видео снимал но сейчас вот еще повторю немножко с другим рецептом так это у нас блендер до смузи делать и как всегда вот эти вот корки корки которые остаются от апельсинов от мандаринов собирают сушат кладут при высадке помидоров огурцов всего подряд да это очень хорошо это очень полезно но особенно когда они свежие то есть только что вы скушали апельсин мандарин из этого же можно сделать прекрасную подкормку для комнатных цветов и для будущей вашей рассады да и даже когда уже будет высажена в грунт таким образом тоже можно делать подкормку в них в этих корках уже азот фосфор калий содержится уже все микроэлементы содержатся которые нужны растениям плюс органические вещества которые будут использоваться микроорганизмами для того чтобы биологический так скажем баланс в почве там горшка цветочка тоже поддерживать в норме как я это делаю вот у меня здесь цветочки стоят там лучок что-то стоит до сейчас в блендер это от одного от одного апельсина просто положим мы это сидела просто положим просто положим где-то пол-литра воды ну сколько там блендер вмещает чтоб так не вливался да вот так где-то немного немного воды просто закрыли крышку так так и все включили на самый большой буквально там секунд тридцать это все сейчас будет перемолода в принципе достаточно для демонстрации достаточно так бы конечно немножко подольше еще покрутим так крышка открывайся теперь ситечко на эту же опять я положу так сейчас возьму другой рукой и выливаем ну все здесь хорошо отсекается достаточно вот эту мезгу мы использовать не будем потому что она очень долго лежит на поверхности и так скажем сначала она очень приятно пахнет и вот потом она просто плесенью покрывается начинает пахнуть немножко плесенью вот ну с поверхности цветка это в принципе тоже ничего страшного вот но все-таки а вот это вот жидкость она жиденькая такая мезги в ней никакой нет просто поливаем вот все полили этот немножко от лук сейчас появились издалека не ходить и все раз в неделю раз в две недели можно вот таким поливать то есть один раз водой один раз вот такой вот мезгой апельсина лучше всех подходит для этого ну вот а это кстати говоря вот стоит у меня это сельдерей листовой он без всякой подсветки зимний вот видите какой густой это корень листового сельдерея я просто посадил в горшок выкопал из грунта осенью посадил в горшок сюда и вот он у меня прижился растет он ничего нет как бы не болеет ничего так скажем ну не погибает а наоборот растет видите какую зелень дал это все зелень до которая выросла у него зимой к своеобразная выгонка сельдерея но все же он не просто выгоняется он еще и набирает массу кстати говоря я его использую в суп конечно да но я его еще использую в чай поэтому листочек небольшой положишь чай свежий знаете такой чай сладкий чай еще с сельдерейным ароматом очень экзотично получается попробуйте может быть вам тоже понравится когда у вас сельдерей будет расти на огороде часть сельдереем все вот таким вот образом можно подкормить свои комнатные цветы и впоследствии рассаду мушек никаких здесь не заводится так как здесь все проливается внутрь быстро очень съедается растением то есть здесь никто так скажем не заводится вот если что-то такое не знаю каким-то мясом подкармливать наверное кровью кто-то подкармливает ну вот от мяса до мяса помыли печень помыли поливают цветы тогда бывает мушки заводятся когда вот каким-то растительными подкармливать и никто тут не заводится все заходите к нам на сайт покупайте наши семена это дмитрий гусев с помидорного так скажем подоконника у нас зима снег вот завтра февраль спасибо до свидания